Волнение с дополнением Волнение с дополнением Антон Батагов выступил в «Зарядье». Газета «Коммерсант» номер 61 от 8 апреля 2019 года. Строение 11. Композитор и пианист Антон Батагов сыграл в зале «Зарядье» в одной программе со Шубертом и Глазом собственную музыку к спектаклю Ивана Вырыпаева «Волнение», придуманному для Алисы Фриндлих. Премьера в БДТ назначена на 17 апреля, спектакля еще нет, а музыка уже есть, саундтрек сыгран на сцене и издан на лейбле «Фэнси мюзик», рассказывает Юлия Бедерова. В антракте первого сольного концерта Антона Батагова в «Зарядье» на стройке с дисками лежали сразу два новых релиза – театральное волнение и дуэтная запись Батагова с Надеждой Кучер, звездой Пермского оперного театра. Специально для нее создан песенный цикл «16 плюс» на стихи «Пойте с разных эпох». «16 плюс» должен был стать дебютом Батагова в «Зарядье», а Вырыпаевская музыка с добавками стояла в планах на следующий сезон. Но вышло иначе, релиз обнародован формально до времени, и все выглядят так, словно акценты в отношениях драмы и музыки волнения смещаются, звуки приобретают больше весовой на деле прикладная музыка Батагова всегда самостоятельна, так она пишется, исполняется и издается. Самая первая его служебная работа – нежно-торжественная фортепианная музыка для декабря – вообще была написана за долго до одноименного фильма «Дыховичного», став для него импульсом и основой. Потом Батагов активно менял представление о прикладных возможностях академического композиторства, как ему быть с другими видами искусства, преодолевая герметичность и при этом не теряя лица. Кино в этом поиске стало флагманским направлением не для него одного, но он сделал идею принципиальной двусмысленности новой коммерческой серьезной музыки персональной художественной стратегией. И завело это его довольно далеко, к примеру, до музыки для телекоммуникационной банковской системы, оперы «Диалог» или эстетских заставок для центральных телеканалов. В кен оба Тагов разборчиво писал музыку к десяти картинам, из них пять саундтреков пришлись на фильмы «Дыховичного», включая женскую роль и «Копейку». Последний, страшноватый и немного грибоедовский «Вдох-выдох» стал в 2009 году первой живой программой пианистов в сетле после 12-летнего концертного поста. Теперь регулярные выступления, основа авторского расписания и заказная вещь для Вырыпаева – редкое исключение. Но благодаря ему композитор впервые полноформатно выступил в театре. Где тем временем начался бом изощренной композиторской музыки, сегодняшняя театральная эстетика немыслимо без Ранева, Невского, Хрущевой, Курлянского, Моноцкого и других. Новый театр звучит по-новому. Он дышит, шелестит, хрустит и шепчет. Его интонационные и временные структуры приобретают партитурное измерение. И ламповая по духу музыка Батагаван, сделанная вручную, хотя иногда при помощи цифровых технологий, из органических веществ, фраз, тональности и нот, написанных для музыкальных инструментов в форме цикла миниатюр, выглядит подчеркнуто старосветской. Зато, в отличие от музыки, например, Грозы, Алисы или Аустерлица того же БДТ, ее можно сыграть для публики в концертном зале или включить в наушниках. И тогда услышать, что в пьесе с многозначительным названием «Миф» — это реальность гуляет ветер Дебюси, а в блюзовых рекурсах интервью проглядывает профиль Пуленко или что вся история от прозрачных слов до еще одного варианта правды светится отраженным светом отражения Равеля. Услышать некий призрачный, условный Нью-Йорк, примерно таким его всегда слышали европейские композиторы, а также вполне реальные живые чувства, которым, очевидно, будет посвящен спектакль. Или услышать, как при помощи цепи отчетливо неповествовательных, лишенных развития эпизодов, любимого батаговского формата, рассказывается насквозь нарративная история разве что не событий, а взаимоотношений героев. По-человечески нормальная повествовательность, хоть и не бетховенского, а минималистски накопительного толка, еще могла кого-то удивить в муаровых звучаниях премьерной вещи «Гласса Дистант Фига», написанной специально для батагова, но только не в покрае его собственных композиций, комфортных, носких, но при этом с вшитым жестким формализмом, идущим от их родовой пианистичности и производящим некоторый холодок откровенностью фактурных конструкций. Так рассматривают винтажную вещь со стеклом витрины. Музыка батагова сделана из избранных материалов, винтиков и шпунтиков фортепианной музыки, не из тем или образов, а из самого ее устройства. Поэтому она так прозрачно, драматично, сентиментально, и, кажется, иногда две ноты играются в три руки. Важным дополнением к волнению был Шуберт, две поздние пьесы, номер один и номер два из Драклавия Стак, Д. 946, окружили глаза. И хотя первую закашляла публика, в ней было слышно особенное волнение, скованное формальной красотой и тихой небрежностью антилинейного повествования, естественной печалью фраз и многомерной, темной краской звука, оно пронизывало форму с первой до последней ноты, особенно и отдельной в последних тактах перед репризой. И не в обиду никому, включая композиторов обеих премьер, будет сказано, но это батаговское исполнение двух шубертовских пьес все-таки лучше, а не только в этой программе, но, может быть, вообще в сезоне.